Добрый день, друзья мои далекие и близкие! С вами Нина Кусман и у нас на йоге Германии опять недельное похолодание. А потому сразу хочется домашнего уюта и съесть чего-нибудь горячего. Итак, я вам хочу показать сегодня кухонный пылесос, который мне теперь помогает справляться с хлебными крошками. А еще он очень быстро собирает разлившуюся воду. Итак, сегодня захотелось съесть что-то посущественнее. И я готовлю борщ. Такой прям классический-классический. Мясо на косточке. И сегодня я его готовлю в скороварке. Вы поймете почему. Хороший, правильный борщ со многими ингредиентами дело достаточно хлопотное. И скороварка нам поможет ускорить этот процесс. Итак, поэтапно. Зашла на кухню, бросила мясо с луковицей в кастрюлю, налила воды, закрыла скороварку, включила на полную мощность и поставила варить бульон. В это время занимаюсь овощами. В этот раз у меня пастернак, картофель, сельдерей, морковь. И, конечно, в отдельной кастрюльке уже варится свекла. Все это делается параллельно. Итак, луковицу из бульона удаляем. Забрасываем первый комплект овощей. Закрываем опять скороварку и начинаем шинковать капусту и паприку. По большому счету, скороварка делает все так быстро, что мне приходится только ее включать, повышать температуру и практически тут же через пару минут уже отключать. Если я готовлю борщ в обычной стандартной кастрюльке, у меня времени уходит в 2, а то и в 3 раза больше на приготовление этого блюда. Пришло время свеклы. Выберу среднюю из того, что есть в кастрюльке. Две другие пойдут в салат, а эту я положу в холодную воду. Быстрее дойдет. Пришло время в очередной раз открывать скороварку. И я туда запускаю вторую партию овощей. Это капуста и паприка. Кстати, в сезон томатов я добавляю 1-2 очень сладкие помидорки. Будет тоже очень вкусно. Опять закрываем. Опять включаем на полную мощь. Мы знаем, что картофель и капуста требуют 20-25 минут варки. Скороварка нам помогает с этим справиться быстрее. Ну, а мы пока займемся заправкой. Натрем на крупной терке свеклу. Надавим туда же чеснок. Добавим прованские травы. Белый перец. Мне он нравится в последнее время больше. Соль туда же. Пока все это подготавливали, пришло время открыть скороварку. И мы погружаем нашу заправку туда же. Плета у меня индукционная. Она очень быстро нагревается. Поэтому у нас получается очень быстро доводить все до кипения. Этот рецепт борща я когда-то прочитала в одной поваренной книге. И много-много лет, могу сказать даже десятилетий, я его и использую. Для того, чтобы свекла не потеряла свой цвет и борщ был красивым, мы добавим сюда столовую ложку столового же уксуса. А еще для вкуса чайную ложечку сахарного песка. Рецептов этого блюда и нюансов их, конечно, очень много. Можно сюда же добавить столовую ложку муки. И вот когда мы уже погрузили свеклу, мы дальше не варим. Довели до кипения, накрыли крышкой и оставили настаивать. Мы молодцы, мы молодцы. Теперь осталось самое неприятное. Убрать все, что оказалось на кухне после приготовления борща. Я, как обычно, использую самодельное средство водка, вода, уксус. А к борщу в этот раз я еще подам замороженное сальце, которое я сама же и приготовила. И, конечно, зелень. Бомбушки я готовить не умею, но я подогрела вот эту булочку и натерла чесночком. Нам будет вкусно. До новых встреч!